Здесь нужно ступеньки делать, выбрать точку, более горизонтально, а потом ступеньку переложить, сделать удобнее, для инвалидов получится. Такое распоряжение дал Андрей Иванов в ходе инспекции филиала второй поликлиники пару недель назад. За это время на территории медучреждения произошли значительные изменения. Заменили мачты освещения, распланировали парковочное пространство в процессе обустройства дорожки, которая ведет от автобусной остановки ко входу. Раньше люди ходили по земле, теперь там по протоптанному месту сделали нормальную асфальтовую дорожку со спусками для колясок детских и для инвалидов, если они поедут. Также более удобный вход и подход к поликлинике, которая здесь откроется. При благоустройстве территории филиала учитывали интересы всех пациентов. В том числе маломобильных. Перед зданием посадили каштаны. Теперь путь Одинцовцев от автобусной остановки до поликлиники будет проходить через сквер. Здесь появятся элементы малых структурных форм, в том числе и с творчеством. То есть здесь будет маленькая изюминка. Мы решили сделать такую современную скульптуру. Она появится порядка 25-26 августа, то есть достаточно скоро. Это будет такой стрит-арт. Сначала территорию медучреждения планировали огородить, чтобы прохожие не ходили по газонам, но потом от идеи отказались. А асфальтированные дорожки проложили там, где раньше были протоптаны тропинки. Отказ от заборов позволил сэкономить средства, которые и пошли на создание скульптуры. Что именно она будет из себя представлять, пока держится в секрете. Я могу сказать, что это будет связано напрямую с поликлиникой, с медициной. Все работы по благоустройству филиала второй поликлиники будут завершены к 25 августа. А это значит, что Одинцовцы получат подарок в срок, ко дню города. Евгения Августина, Станислав Трифонов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.